Субтитры создавал DimaTorzok Добрый вечер, друзья! В эфире 23 выпуск. Пушкина сегодня лайф. Это последний в этом году. И сегодня мы собрались здесь с Андреем Шальниным, чтобы подвести итоги этого года. Вчера вечером на нашем портале вышла огромная статья по итогам года. И мы, наверное, сейчас пройдемся, что-то новое обсудим. Андрей, как ты считаешь, какое самое значимое событие было в прошедшем году? — Наверное, если говорить, смотря в будущее, это будет генплан. Обсуждение генплана и ПЗЗ. Потому что тема осталась во многом недооцененной жителями. Хотя были жители отдельных микрорайонов, которые активно возражали по своим темам. Звягина была активным. Центр города где-то в районе улицы Тургенева-Некрасова. Но в целом люди недооценили этот процесс. Однако он будет иметь большое значение. Уже в следующем году мы можем увидеть какие-то последствия, новые строки, которые появятся в городе и районе. Которые будут начинаться. Так что это большое событие, но оно было недооценено. А так тема мусора, наверное, самая популярная, которая пробила новые дна, которые мы увидели. То есть когда многие считали, что то, что творилось в частном секторе последние два года, это и есть мусорная революция, это то, что они увидели в центре города с мусорными площадками из-за позиции УДЖКХ, то то, что было до этого, уже на самом деле никто не помнит. Уже никто не помнит ситуацию в частном секторе. Все помнят только то, что случилось в октябре этого года. Мы думали, что достигли дна, но снизу постучали. Ну вот смотри, в генплан, если вернуться, в итоге его же приняли. Какие поправки вашего депутатского корпуса, я знаю, ты активно выступал за изменение генплана, а администрация прислушалась, как это вообще произошло? Ну вот да, в основном это же глав архитектуры делают, и они самые резонансные вопросы убрали. Это мост, дорога от Тургенева к Первой Серебрянске, мост в том же, к МФЦ. Это все было убрано. Другие моменты нет. Допустим, тоже Звягина, где жители активно выступали против. Там в итоге до последнего дня была непонятная ситуация, потому что сначала вроде принимали, потом приходил новый документ, не принимали. И сейчас даже до конца непонятно, что именно там приняли касательно этого Звягинского микрорайона. Потому что то, что было самое важное в принятии, это как порядок принятия генплана, что люди не голосуют за документ бумажку. Они голосуют за генплан, который размещен в электронном виде, и как там что меняется в этом электронном документе, никто не знает. И какие гарантии того, что после того, как ты проголосовал и принял это. И то, что там не поменяется что-то в электронной системе, это и в ГИС там, никто не знает вообще, никто не понимает. Но те вопросы, по которым жители активно протестовали, кроме Звягинского, они были исключены. По многим другим вопросам важным, где люди не протестовали, они вошли в генплан, они вошли в ПЗЗ. И это, к сожалению, так, потому что жители не проявили должной активности, как мне кажется. Как ты считаешь, какой самый такой маразматический пункт там был, что вообще было бы губительно для нашего города или какого-то отдельно взятого микрорайона в этом генплане? Ну, вообще там не отсутствует нормальная аналитика по дорожной ситуации, нормальное моделирование дорожных процессов. Это был бы должен закрыть КСОД, тоже был принят в этом году документ, его утвердила Московская область, Глобус давал на него деньги, достаточно серьезные, но сделал он был откровенно плохо. И он откровенно не решит ни одной транспортной проблемы Пушкинского района, потому что там тоже не было моделирования. Мы пытались общаться с этими проектировщиками, пытались получить модель. Максимум они моделировали въезд в городе в районе Держинца, как там делали веселые картинки, но назвать это профессиональной, современной работой по моделированию дорожного движения это нельзя, потому что там максимум до чего доходит? До строительства новых дорог, но манипулирование, разметка и установка светофорными знаками, выделенных полос, введение, если нужно, в центре города платной парковки, ограничение въезда во дворы, это вообще не анализировалось. И, к сожалению, транспортная ситуация в ближайшие несколько лет будет только ухудшаться. И там реконструкция Ярославки до Совкина тоже не решит этих проблем. Учитывая, что будет развиваться кластер вокруг Глобуса, ЖК Пушкары ввели в эксплуатацию, Новая Пушкина активно заселяется, мне кажется, теперь очень трудно будет въехать и выехать из города. Да, и вопрос в том, что везде отсутствует комплексность. Генплан Пушкина никак не вязан с генпланом МыТИЧ, которым мы граничим, с генпланом других поселений. Все это должно как-то увязываться, но по факту те люди, кто принимал решение, не увязывали это внутри себя. И главное то, что с чем столкнулись и жители для себя открыли, что все это делают не местные люди. То есть это делают люди из области, архитекторы, делают это по карте, генеральный план. Значение его документа нормативно большое, однако сам подход, и многие люди, которые его делали, понимают, что документ не станет конституцией к реализации на ближайшие 20 лет. То есть он, скорее всего, ляжет на пол. Мне кажется, они делают по какому-то шаблону. Да, у них есть шаблон. Да, мне кажется, вообще, не знаю, проект студента. Ну, начнем с того, что им был поставлен срок от области до 31 декабря, все генпланы принять, где их нет. Вот они так, исходя из такого ниоткуда не взятого срока, так и подходили к этому. То есть нужно было соблюсти процедуру, нужно было соблюсти принятие. Приняли, сделали, нужный этот документ, насколько он будет работать. В части каких-то социальных, градостроительных вещей, которые нужны городу, которые там тоже есть, я думаю, это будет все не работать. В части согласования застройки и прочее, это будет документ, которым будет подкрепляться то, что вот проекты планировки нужно согласовывать без публичных слушаний. Потому что одно из важных федеральных изменений в конце года, то, что отменили вообще публичные слушания теперь, их можно заменить теперь обсуждением в интернете. Так что, возможно, слушания по генеральному плану, это были последние такие большие публичные слушания, которые проходили в нашем городе. Мне кажется, как-то сложно сказать, хорошо это или плохо, что в интернете, сам понимаешь, какой там флуд начнется, нас шлют ботов каких-то. В то же время и на реальные публичные слушания жители не всегда имеют возможность прийти, потому что идут либо в дневное время, либо даже в выходные не всегда люди оповещения где-то слышат. Тут у нас, как ни странно, все бы даже получше. То есть у нас это было время нормальное для публичных слушаний. Это были и выходные дни, и вечернее время было. То есть как бы 6 слушаний по ПЗЗ, 6 слушаний по генплану, как минимум несколько из них проходили в удобное время. Другая проблема, что жители просто не мыслят масштабами города. Максимум свой район, своя улица, свой дом, свой двор, выйти за пределы своего микрорайона. То есть Завета Ильича никогда не будет слушать про Звягина или про центр города Пушкина. К сожалению, это так, и от этого очень большие проблемы, потому что чиновники, они этим и пользуются, тем, что вам можно здесь уступить, вам там. В сумме вы все проиграли, но получается, где-то вам сделали какие-то уступки по вашему микрорайону. Но в целом ситуация-то ухудшается. Но потом еще нельзя не отметить тот факт, что вот не каждый житель понимает все-таки, что хорошо, что плохо. Как многие говорят, ой, мы хотим тот парк, сквер, березовую рощу. Да, понятно, что экология, место для прогулок, это все очень важно. Но ведь тоже одними рощами сыт не будешь, да? Нам, чтобы развивать район, нужна экономика. Это вообще непонимание. Кстати, это одно из важных событий, что вопросы на публичных слушания были не про градостроительство многих, а про контакт власти и горожан. Это одно из событий, что у нас, по сути, глава района, он перестал встречаться с жителями Пушкина. Их боится. То есть, ну вот я не могу вспомнить в этом году ни одной встречи, которые проводились. Если конец 15-го, начало 16-го года были регулярные ежемесячные встречи ДК, где-то по веселениям, то вот тут встречи не проводятся, жители хотят эти встречи, потому что даже покричать им нужно на кого-то иметь, потому что начальник центрального отдела, когда он такой человек, который действительно что-то пытается делать, но у него есть добродел, который его заваливает, и что-то еще, на него и покричать жители нормально не могут. Вот глава района, видимо, не хочет больше давать жителям такую терапевтическую функцию. Или, может быть, он уже так устал, что на него кричат, что это какие-то претензии предъявляют, и лучше избегать этого. Вот если нам перейти тоже к мусору проблема, да, это тоже такое в рамках благоустройства. Почему у нас вторая волна, она пришла? Мне кажется, тут комплекс факторов. То есть, во-первых, мы попали в большую федеральную волну перед президентскими выборами, когда искались темы, на которых можно поднимать сильно рейтинг федеральной власти. Поэтому к июньскому посланию, к общению президента с людьми, была выведена эта тема с мусорными полигонами. Она назревала давно, люди многие давно объявляли какие-то голодовки, но выведена на новый уровень, она была именно через эту прямую линию. После этого перестали считаться с разумными аргументами, как это проводить, и появилась команда просто закрыть, не думаем, просто закрываем резко, быстро. Это первый момент, который привел. Второй момент, что не продумали компенсацию мусороводящим компаниям, как перестроить всю экономику. И несмотря на письма нашей администрации, до сих пор никто из областной думы и из области не ответил, по крайней мере, ответа нигде не было по субсидиям. Ну и третий, это общий коллапс крупнейшей управляющей компании, которая, в принципе, ситуация-то не улучшается, ухудшается, долги никуда не делись, директоры поменяли, ситуация не улучшается. И просто это сказалось, что у них нет свободных средств погасить эту разницу, заплатить больше, договориться. Поскольку у нас многие отношения, сформированные много лет связи в районе, где там можно было недоплатить, но на договоренности какие-то вопросы решались экономические. Поскольку сейчас все руководство было поменяно, таких отношений между ними нет, и, естественно, они решили срубить это с плеча. Но, мне кажется, это тема еще для большого разбирательства, расследования. И вот сейчас, 31 декабря, заканчивается старый договор. Про новый договор мы ничего не знаем. Учитывая, что обычно происходит с городом в новогодние праздники с вывозом мусора, потому что и так такой, ну, очень напряженная ситуация, возят нерегулярно в новогодние праздники, даже при наличии договора. Но то, что будет сейчас в новогодние праздники, это тоже очень непростая ситуация, потому что ситуация-то, она никуда не ушла, она периодически повторяется. Но в целом это личная ответственность тех руководителей ЖКХ и руководителей ОДЖКХ, крупнейшей управляющей компании. Потому что до них, при том, что было все плохо, такого не было, и вполне, мне кажется, этого можно было избежать на личных договоренностях. А если было нельзя, то тут особенность в том, что тогда дирекция ЖКХ должна была нам публично рассказать о тех процессах, которые происходили, как они вели переговоры, как их икон пытался нагнуть, все вот этого, этого вообще не было. А сколько в платежках повысился тариф на вывоз мусора? Не, ну он повысил, он вырос стандартно в июле и больше не рост, то есть там есть предельные значения. Так он и не вырос. Скорее всего, это речь идет просто о том, что внутри этого тарифа, который есть на содержании текущий ремонт, по идее, у ДЖКХ должна пересмотреть свою экономику тарифа, то есть она должна больше заложить на мусор, исходя из того, что они сейчас платят. Так, какой у нас еще один из главных фактов этого прошедшего года, итоги? Может быть, поговорим о том, что очень много было ликеровок в администрации? Я вот, честно, я считала, я, по-моему, там не могла точно просчитать, сколько у нас... Хороший вопрос, сколько было больше? В 2016 году было больше или в 2017? Да, вот если в этом году вспомнить, я помню, что в январе этого года началось с того, что взяли за взятку Евсеева. Елисеева. Елисеева, да. И Петр Борисович работает. Оговоры, да. Вот, потом у нас, наверное, 6 или 7 в ЖКХ сменилось, да? Ну, в ЖКХ на самом деле меньше, то есть замов-то было всего 3. Был Гороховский, потом был Евсеев и сейчас Струев, то есть замов-то 3. А вот начальников управления, начальников отделов, там, благоустройства, их поменялось как несчетное, мне кажется, число, и там какие-то рекорды ставились по продолжительности работы, неделя, две, там, три дня, и все это было. Ну, почему так получается? Мне кажется, вот муниципальный служащий, это все-таки не работник там какого-то фастфуда, где как бы любого человека с улицы берут, то он проходит какой-то конкурс, он не просто так ему устроится на эту работу, и он не работает там даже какого-то испытательного срока. Почему? Сложные задачи ставят перед ним? Последние два месяца я бывал на скрам-группе по комфортной среде, там вопросы ЖКХ обсуждаются, меня Елена Юрьевна Некрасова приглашала туда, я смотрел, и, в принципе, мне кажется, основная проблема — это ручной режим управления. То есть когда все вопросы завязаны на мнении главы района, когда он, ну, занимается, считает, что нужно заниматься решением каждой даже маленькой проблемы, когда он не делегирует эти вопросы, возможно, он это делает, потому что он не уверен в своих замах. Они, естественно, чувствуют эту неуверенность, и, естественно, они не могут работать нормально в таком режиме, когда ты должен все согласовывать по вертикали, а потом тебе же прилетит за то, что ты просрочил сроки. Нормальная система и в бизнесе, и в государственном поле может работать на том, что все контролируется одним человеком, что ниточки всех процессов замыкаются на какую-то визу лица. Без делегирования ничего не будет. Ну, видимо, у Сергея Михайловича была своя команда, были люди, с которыми он пришел сюда. Поскольку сейчас он берет людей уже совершенно разных, у него так доверие, мне кажется, никому из них до конца не сформировалось. Ну, как я понимаю, что и его команда-то быстро распалась. Ну да, и его команда, по сути, из тех людей, с кем он приходил, остался только экономический финансовый блок, и как раз он-то работает более-менее нормально. То есть финансовый показатель-то не ухудшается в Пушкинском районе. Долг не растет и у города, и у района, и там действительно все делается качественно и профессионально. В остальных секторах нет такой команды, нет отлаженности, и все намного хуже. Мне кажется, от стабильности кадровой политики администрации все-таки как-то зависит и в целом политика, и в целом, наверное, ситуация в районе. Мне кажется, да, это все сказывается, потому что никто не строит долгих отношений с администрацией. То есть те организации, с которыми администрация дружила, скажем так, раньше, то есть сейчас этих отношений с многими нету хороших, которые были раньше. Многие чувствуют просто нестабильность, чувствуют какие-то перемены, что несмотря ни на что мы снова в красной зоне, традиционно, как говорил губернатор. Да, у нас третье место, но только с конца. И в области мы стали таким мемом, то есть как бы и в области про нас, если как бы уже губернатор, по официальному выступлению, как бы говорит уже в шутке, ну что типа традиционно в красной зоне, в Пушкинский район мы уже привыкли. И при этом, что мы находимся среди тех районов, которые намного меньше у нас, намного экономически в других условиях живущих, которые находятся далеко от Москвы, там Латышино какой-нибудь, в Пуховской районе, они очень далеко. В ближнем поясе Московской области мы худшие абсолютно по всем показателям. Ну это как-то позорно, мне кажется. Это позорно, учитывая, что на самом деле раньше-то мы такими точно не были. То есть раньше мы не были среди худших, но сейчас мы, к сожалению, там. Есть ли какие-то вот пути выхода из кризиса? Вот с чего начинать хотя бы? С кадров в администрации, не знаю, с общения с жителями, не знаю, в обращение в область. Вот что-то же должно какое-то... Полностью перестроить отношения. То есть сейчас у нас администрация смотрит на жителей немножко как на такой врагов, которые бомбардируют их доброделом, которые создают проблемы и мешают им работать на их же благо. Многие там люди в администрации, которые действительно хотят работать на благо. Но пока не поменяется сам подход, что жители являются не просто источниками жалоб, не просто просителями, а людьми, которые являются соисполнителями, которые помогут администрации решать какие-то проблемы, если с ними нормально разговаривать, нормально обсуждать. Только тогда что-то поменяется. И те процессы пока, отдельные ростки, которые идут, там по благоустройству немного, там по дворам очень сложно, очень тяжело это все продвигается, тяжело переубеждать администрацию, что надо показать жителям нормальный проект, они там простой, дешевый, что там даже если мы сделаем в этом году не все, а в следующем году там или жители сами заплакат, то это лучше, чем показать им какую-то куцую картинку, сказать мы сделаем вот это все, расходитесь, либо не требуйте от нас большего, все, уходите. Но тут вопрос личностный, насколько люди готовы работать в открытой системе, насколько люди в администрации готовы так работать. Мне кажется, что многим, кто не привык так работать, им тяжело будет просто личностно перестроиться. Насколько сам Сергей Михайлович готов, не имея опыта государственного муниципального управления, не имея опыта общения с людьми, насколько он готов к этому, вот в 18-й год, наверное, это и покажет, потому что, как бы, ну, получается у нас там 15-й год он только пришел, 16-й год не он формировал бюджет, 17-й год это был первый полноценный, но первый. И вот второй полноценный год, мне кажется, что если ситуация кардинально не изменится, если мы кардинально не вырастим покатителя, то просто в 19-й год мы будем встречать уже, скорее всего, с новым главой района. — Каждый решит для себя, сам хорошо это или плохо. — Ну да, это тоже, потому что каждый последующий бывает хуже предыдущего, это тоже, по сравнению. — Да. — В этом году мы выбрали новую главу города Пушкина, Елена Некрасова, это первая в истории, по-моему, женщина-мэр наш. Как вам удалось также своих депутатов вот протащить в наш совет, как удалось сделать честные выборы и вообще работать с гражданами, потому что, насколько я знаю, что, Андрей, это была очень тяжелая работа, вот. — Было очень сложно, потому что не было никаких выборов. То есть до выбора выиграть очень тяжело, потому что приходит очень маленький процент, это в основном административно мобилизованные люди, но у нас хороший округ, в котором мы работаем уже три года, там сформировался костяк жителей, то есть в каждом доме есть активные советы домов, либо просто люди, только благодаря них встреча с жителями, то есть мы не вели, там, какой-то медиа-компании, мы не вели ничего, мы просто ходили, общались с жителями, попросили нас поддержать, хотя на самом деле было тяжело, потому что в прошлом году наш округ вообще остался без завершенного благоустройства. И было тяжело объяснять людям, почему это, потому что они считают, что депутаты тоже несут очень большую за это ответственность. Но мы, общаясь, постоянно проводя встречи, не только по время выборов, тем не менее, именно даже в тех дворах и в тех округах, где мы должны были сделать благоустройство, но не сделали, объясняя, почему это не произошло, мы получили много голосов. Социологии никакой не было, вообще сначала казалось, что будет намного тяжелее еще, чем получилось, потому что вот когда в день выборов мы там общались, я общался с бабушками на избирательных участках, они говорили, там, Новосада поддержим русский, там, нормальные фамилии, Аркелян никогда, человек хороший, но там в поликлинике армянин есть, плохо, почему это так работает? Но по факту все национальные и прочие предрассудки, которые были, не сыграли никакой роли, и личные истории помощи общественной деятельности одержали верх, это очень хорошо, очень позитивно, хоть и на два года всего, но надеюсь, что это и в будущем будет иметь явление, потому что в следующем году у нас уже будут более крупные выборы, у нас два поселения будут полностью формировать Советы депутатов, Царево с мусорным полигоном и Ашукино, которые находятся далеко на севере от нас, в масштабах Пушкинского района, Царево со свалкой, это тоже интересная местность. Поэтому нам в нашем округе удалось за счет контакта с людьми хорошие работы. Вот опять-таки, да, коннект с людьми одно из целевых понятий. Да, нужно просто встречаться с людьми, просто с ними общаться. Они бывают недовольны на встрече, в начале встречи почти всегда, когда горячая тема, но там вот есть дома, где довольны, потому что мы там спасли сквер, там всегда хорошо. А в остальных, ну, всегда недовольны, всегда с негативом, но от того, что с ними пообщался, через полчаса вы уже лучшие друзья. Ну да, многим просто вот это психологическое такое хочется выговориться, да, или они объясняют свою проблему, и глава тоже может сказать, проблема или нет. То есть просто вот технология общения с жителями, часто воспринимаемой администрации как должность давать обещания, потом их не выполнять или выполнять по возможности, это вот как раз плохо. Гораздо проще жителям просто объяснить, что мы можем сделать, что мы не можем сделать и что будет сложно, потому что эта ситуация очень непростая. И, к сожалению, не все так могут общаться с жителями, не все выходить во дворы, но сейчас пытаются, хотя бы с тем же благоустройством дворов. В этом году у нас были выборы также в общественную палату, и впервые это были живые выборы, да, от людей. Ну, как правило, что в итоге-то глава своих вставников, 15 человек от поселений, да, поставил. Вот как ты думаешь, почему вот так все произошло? Ну, это тоже, то есть общественная палата у нас в районе никогда не была тем органом, где делались какие-то хорошие вещи, общественные расследования, ни одно разоблачение коррупции в районе администрации, ни одно поднятие темы какой-то социально значимой, ни одна там сквера не отстаивали, ничего не защищали, общественная палата лишь присоединялась к тем процессам, которые иногда шли, когда уже нельзя было не присоединиться. А это на самом деле тоже отчасти хорошо, потому что показали, обнажили в очередной раз неработающий механизм политической системы и к нему отношения. После этого многие люди, которые пошли на эти выборы, которые за себя агитировали, даже в таком непонятном формате, и никогда не понятно, что от этого зависело, они получили опыт политического участия в жизни района. В будущем они могут пойти в депутаты, они могут заниматься дальше общественной активностью. Многие из тех, кто пошел в кандидаты, действительно так по-здоровому получили спортивную злость, увидели, что на них люди-то их поддержали, они заняли высокие места по голосованию, но лишь административным решением это было отменено. И это как раз просто большой минус администрации, потому что можно было сформировать хорошую общественную палату, ничего бы не изменилось, ничего бы не произошло. Просто был бы орган, который иногда говорил, ай-яй-яй, вы делаете нехорошо, что-то еще. Но принципиально ничего не поменялось. Но отношение к этому тоже характеризует, к сожалению, наше руководство района. Ну да, сделали такой орган, который, грубо говоря, администрации поддакивает. А не встает в оппозицию, когда это нужно. Не для того, чтобы просто сделать не так, как хочет администрация, а для того, чтобы какой-то здравый смысл... Ну да, и на самом деле дальновидные политики, дальновидные руководители видят в этом себе плюсы, потому что они понимают, что они не могут уследить за всеми минусами, за всеми процессами, происходящими в своем районе. И добровольные общественные помощники, если бы они были в общественной палате, они бы хорошо помогли главе района следить, как работают на местах. Потому что, как у нас известно, и глава района, и руководство поселения не находятся немножко в такой оппозиции к друг другу. И часто там поселение, поскольку у Пушкина нет своей администрации, поселение не ездит на районной планерке, не вливается в общий процесс благоустройства, делает все сами у себя. Администрация хотела бы их контролировать. Общественная палата вообще могла бы быть союзником в этом. Особенно в отношении каких-то таких вещей, которые на местном уровне пытаются решить немножко по понятиям, а не по закону. Что хорошего было в этом году? Я вот почему-то, когда писала итоги года, перебрала все наши публикации за этот год и поняла, что позитивного-то мало, точнее, даже, может, вообще нет. Часто позитив, когда ищутся, не убили. То есть какой-то позитив в Пушкину был то, что не произошло. Просто что-то более плохого, что могло бы произойти. То есть там, но вот то, что было безоговорочно какое-то позитивное событие, безоговорочно какая-то там победа, ну, можно... И такие истории можно найти, посмотрев нормальные там проекты, которые что-то занимали в нашем Подмосковье. То есть фонд «Виктория» занимается благотворительностью, отлично хорошо в Пушкина работает. Множество других проектов, то есть в основном в общественниках, в их проектах, которые они делают у себя локально, там, клуб «Юниор», потом занимаются баги, картингом. То есть вот такие какие-то истории, они вдохновляют. То, что у нас там появляются частные музеи какие-то, это история вдохновляющая. А вот то, что там события районного масштаба, которые там подавалось как большое достижение, к сожалению, ну, смешно говорить про там открытие маленьких остановок. То, что мы сделали больше дворов, которые не сделали в прошлом году тоже, и которые сделали не всегда хорошо тоже, да. Это такая рутина, то есть там парк «Березовая роща» должен был стать большим позитивом, на него были выделены большие деньги. Это должен был стать лучший парк Пушкина, но в лучшем случае он станет таким в будущем. Пока же он, скорее, пример негативных событий. Ну, вот даже как в анекдоте, да, хотели лучше, получилось сказать, да, вот идея со скейт-парком, да, прошел конкурс, много идей было. Да, было из чего выбирать. И в итоге уже хотели, да, в конце года, по-моему, поставить, и вот не срослось. Да, там та же самая история. То есть со своей стороны мы сделали хорошо. Администрация сделала все неплохо, но долго размещала документы на закупки по скейт-парку. Очень долго. И дальше мы попали на подрядчика, при этом которого выбирали самого. То есть на подрядчика, который профессионал в этом деле, то есть он не с улицы пришел, но которому подвела Москва, где он делал скейт-парк, который ему не заплатило, и который остался без денег на, грубо говоря, покупку материалов. В принципе, на скейт-парке хотя бы есть деньги, и проект все-таки будет завершен рано или поздно точно, потому что наши средства на наказы остаются, они никуда не денутся, пока скейт-парк не будет установлен. Тут позитив остается в том, что деньги никуда не пропали, потому что, к сожалению, сберез-заверочи, там еще и деньги-то были потрачены, а на что непонятно. Мне кажется, один из позитивных моментов, может быть, этого года, то, что у нас на самом деле очень активные депутаты. Вот недавно вышло расследование Сергея Милованова, депутатов, и СОПРИН-1, практически это пушкинский ФБК, можно так назвать, что ты активно лоббируешь какие-то интересы, пишешь материалы. То есть депутаты становятся журналистами, помогают журналистам, потому что не секрет, что в Пушкина нет таких каких-то глобальных журналистских расследований, да и вообще не каждый берется за серьезные дела, потому что не хочет утром проснуться и увидеть, как сожгли твою машину. Ну да, тем-то при этом много. Но я как и говорю, что лучшая тема — это активные жители, депутаты, общественники, не из общественной палаты в основном, которые пытаются что-то делать, которые открывают нам глаза на те процессы, о которых мы могли бы знать. Если вы ищете позитива, просто подумайте, что не было бы некоторых там расследований, публикаций, вы бы не знали там о генплане, вы бы не знали о чем-то, что происходит в городе, и было бы от этого вам лучше. Может быть, многие бы сказали в администрации, что это всегда так пристанируют, что на самом деле это расследование формирует негативную повестку и раздувает негатив. Мне кажется, что на самом деле негатива того же было бы намного больше, потому что те же вещи многие были пресечены, многое же удалось и насчет этого отменить, пресечь. Это и в прошлом году было, и в этом году, который проходил. И, к сожалению, пока это не всегда находит понимание только в районной администрации. Что можно спрогнозировать на будущий год? Вот как ты думаешь, может быть, будут какие-то ремонты дворов, устройства площадок, ремонт дорог, может быть, что-то новое, интересное у нас? Будут президентские выборы в марте. Мы не останемся в стороне от этого события. Так или иначе все это отразится. Многие те вещи, которые нам на самом деле удалось отменить в генплане и в ПЗЗ за стройку 22-го курта, в том числе, где находится наша студия, это было сделано только потому, что есть в марте президентские выборы. То есть все это понимают отлично, это озвучивалось в неформальной обстановке, в том числе мне, что на областном уровне дали такую команду. Поэтому это призыв к тем общественникам, которые оставили свои права, и, бог, это что-то еще. Пользуйтесь вот этим трехмесячным моментом, уже двухмесячным, который у вас есть. Потому что если за два месяца вам что-то не удастся выторговать себе, отбить, защитить свои права, то потом это будет сделать, скорее всего, тяжелее. Там, конечно, будет потом выбор губернатора, потому что в сентябре это тоже возможно. Но, в принципе, если выбор воспринимать как такой механизм, где можно получить какие-то преференции для себя, отставить свои права, то сейчас самое время это может отлично сработать, если грамотно подходить к этому вопросу, а не просто там, то есть выходить с одиночным пикетом. Это не самый работающий механизм, а грамотное обращение, это может сейчас сработать. После этого, я думаю, просто могут многие проекты, то есть 18-й год, его конец, определить, какие проекты после президентских выборов останутся. Денег в федеральном бюджете все меньше, в областном бюджете тоже меньше. И придется, скорее всего, резать. И сейчас, мне кажется, стоит приоритет, что убрать, срезать. Программу расселения ветхого аварийного жилья или ЖКХ? Потому что это сейчас две такие большие программы, где много денег. И по моим ощущениям, вот там одна заканчивается 19-го, два года до 20-го, от чего-то придется раньше отказываться или резать. То есть придется просто определять приоритеты. И поскольку новый срок начнется на 6 лет, то это будет делаться, поскольку ближайшие большие выборы будут не скоро. После губернаторских выборов так это станет особенно. Поэтому вот там планы благоустройства, они скромные у нас в этом году. Кушкин на самом деле живет по средствам, поэтому у нас все планы скромные. Область нам много денег не дает. То есть я там смотрел областные программы, там Иван Теревка получит в следующем году 200 миллионов на общественное пространство из областного бюджета. Это наш за 10 лет больше, чем наш бюджет на общественное пространство за 10 лет. То есть тут у нас планы скромные, хотя бы их качественно выполнить, показать результат на них, на дворах. Вот мне хочется в своем округе, чтобы было действительно позитивное соучаствующее проектирование дворов, чтобы мы это реализовали в этом году по четырем дворам. Скромно, в масштабах города, но зато можно будет показать что-то, что есть. Потому что главная проблема и всем проектам, которые мы начинаем благоустройство в том числе, что нет того, что можно пощупать, а пока это все как красивые, веселые картинки. Гет Мороз, губернатор, сказал, Пушкинский район плохо себя вел в этом году, поэтому получает мало денег. Ну что, наверное, на этой позитивной ноте закончим. Что можно пожелать жителям? Наверное, опять запастись терпением и ждать прошлых перемен, потому что они все-таки, наверное, будут. Лучше, что есть Пушкин, это люди. Люди, да. Могут меняться главы администрации, могут меняться чиновники, могут меняться административные депутаты, могут уходить, приходить. Мы с вами будем здесь дальше жить, поэтому нужно позитивно относиться и думать, что мы с вами вместе можем сделать, поменять, а не только негативно ругать местную власть. Но обо всех позитивных и негативных изменениях, конечно, расскажем мы в нашем эфире Пушкина сегодня лайв. И мы встретимся с вами уже в 2018, но в следующем году. Редактор субтитров А.Семкин